Венера Хасанова, 43 года, с детства страдает ДЦП. Живёт в Лаишевском районе Республики Татарстан. Неоднократно проходила реабилитацию в уникальном центре Ярдем в Казани, куда приезжают восстанавливаться люди от Калининграда до Камчатки. Венера – рукодельница, любит заниматься алмазной вышивкой. Благодаря своим наставникам в Казанском реабилитационном центре Ярдем Венера научилась читать намаз, учит арабский язык и познаёт ислам. Инвалидность у меня с детства. У меня с рождения ДЦП. Такой формы, я не знаю, бывают тяжёлые формы, но у меня средняя, так скажем, потому что я могу сама себя обслуживать, а Аль-Хандрилля, я это, не жалуюсь. Я вот узнала об этом центре уже давно, и у меня было такое желание научиться арабскому языку, арабские буквы изучать и стать на намаз. Вот я, как мне сказали, мне сказала это сестра, узнала об этом центре. Вот, потом мы связались с Маликаханом, вот она нас потом пригласила. Я потом целый месяц провела здесь, научилась всему. Ну, не всему, конечно, но уже могу сказать, что я умею. У меня получилось научиться тому, чему хотела. Арабский язык для меня был вначале сложный, да. Я вообще приехала, честно, ничего не знаю, там очень боялась. Слишком был тяжёлый, казался. Ну, вот, пока вот эти вот курсы я первые проходила за этот месяц, я как-то научилась сейчас уже легко. Реабилитационный центр, вот как этот, он очень нужен. Для нас таких вот, как мы особенно, я считаю. Потому что очень многие сидят в четырёх стенах дома, да, вот, ну, не знаю. Нету веры, нету, ну, не знаю, ну, в общем, чтобы вот они не отчаивались, они это, жили полной жизнью, можно сказать. Я не могу сказать, что я живу неполной жизнью. Здесь у меня вот, я уже говорила, появляется уверенность из-за того, что, наверное, отношение не может, не может, а точно отношение другое совсем. Идём на зарядку, настроение поднимаем, массажи тут вот проводятся, тут ещё поездки бывают. Вот мы сегодня опять на экскурсию выезжаем каждый день. Еду каждый раз, вот, зная, что уже у меня уже какая-то цель ставить, когда я уже собираюсь, когда я уже знаю, что сюда поеду. Заранее я начинаю там готовиться уже из дома. Но с таким настроем еду, что будет что-то новое. Каждый раз всё тут новое. Даже уезжать неохота, когда вот у нас это закрытие бывает. ТЦП тоже разных форм бывает. У меня ещё более-менее это. Я могу сама себя обслуживать. Поэтому я в этом случае благодарна Богу. Всевышний Аллах в Коране говорит, «И мы непременно испытаем вас страхом, голодом, бедностью, смертью некоторых любимых вами людей и потерей в плодах, и обрадуя терпеливых тем, что их в итоге ожидает благодатный рай. Тех терпеливых, которые, когда их постигает какое-нибудь бедствие, осознавая, что они рабы Всевышнего Аллаха, говорят, «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине мы к Нему возвращаемся. Это те, над которыми распростёрлись благословения от их Господа и милость. И они, идущие верным путём». Редактор субтитров А.Семкин